Всем привет! Вот посмотрите-ка, что я делаю. Значит, я качаю с Яндекса официальные версии Linux Minson Amon какие? 17.1 и 17.2. Если я захочу закачать официальную версию 17.3, вот, пожалуйста, я это дело копирую. Открываю еще одно окошечко, вставляю в него закачивание и скачиваю официальную версию Linux Minson Amon 17.3. Вот таким вот образом практически вы можете иметь у себя все необходимые версии, потому что на официальном сайте они не выкладываются, а выставляется только последняя версия. Я скажу по опыту, что когда я, значит, вот с версии 17.3, скажем так, подномался Малеха, у меня было преогромнейшее желание просто-напросто взять и перескочить на версию 17.2, то есть на безглючную, скажем так, версию. Теперь у вас такая, значит, возможность есть. Вот, посмотрите. Причем, значит, я максимальную скорость скачивания установил на 10 Мбит в секунду. Ну, а реальная скорость здесь какая? Здесь вот 2, здесь 2, и здесь 2. Если бы я качал через одно окошко, скорость скачивания была бы около 6 Мбит в секунду. То есть скорость скачивания все равно получается приличная. С этой проблемой я столкнулся, когда было сообщение, что 20 февраля, значит, на сайт Linux Mint была совершена хакерская атака, они подменили дистрибутивы на свои, с измененным кодом, там, еще чего-то там, ну, короче, поднагазили. А так, значит, практически рекомендую вам делать всегда так. Причем, в качестве зеркала, ну, вот у меня указано зеркало Миро Яндекс.Рум. Вы можете указать любое другое, значит, зеркало и попытаться с него, вот, скажем так, по моим вот этим вот вариантам, которые у меня на вишенке, значит, есть, значит, в разделе Linux Mint Sonomo, вот они, значит, вот эти варианты, скажем так, даются. Просто меняйте Миро Яндекс.Рум на любой другой, как говорится, вам более подходящий по скорости и так далее, и, как говорится, будет вам маленькое счастье. Итак, скачка у меня закончилась. Теперь посмотрим, куда у нас сокачались эти образы. Откроем папочку. Вот они находятся в папочке User. Вот эти вот три образа. Мне их нужно перенести на папочку, допустим, Linux Data. Вот я открываю ее в новой вкладке. Вот новая окошечка. Здесь, значит, я создам папочку, на ней напишу, к примеру, LNC, Linux Mint Sonomo. Открою ее. Вернусь снова сюда. Возьму, так вот все их наглым образом вырежу. И вставлю вот сюда. Вот таким вот образом. Потом еще кое-что в них проверим. И, как говорится, вперед из песни. Можно, ну, я обычно проверяю на предмет разрешения. И затем, значит, еще проверяю обычно на виртуальной коробочке. Затем, как говорится, это уже папочка у вас. Будет, как бы, ваше хранилище для версии Linux Mint. Вот 17.1, 17.2, и сейчас скопируется еще 17.3. Для удобства я делаю вот обычно вот так вот, потому что, значит, я еще всегда вот смотрю, посмотрите, видите, файл был изменен 26 ноября, то есть еще до хакерской атаки 20 февраля 2015, вернее, 2016 года. вот этот версия 1, этот уже, скажем так, тоже до 17.2, а вот 17 уже после, когда сайт снова заработал. То есть, все вот эти версии у меня, они, скажем так, нормальные. Дальше, значит, пока тут последние крошки закачиваются, я запущу виртуальную коробочку. Какой-то когда-то Linux Mint Sonomon был подключенным. Чтобы мне все не перенастраивать, я просто изменю тип носителя. Зайду вот сюда, выбрать, и зайду на кладовочку на Linux Data Linux Mint Sonomon, ну и начну проверять, скажем так, по порядку. Первая версия. Окей. Смотрим образ. Вот, пожалуйста, Linux Mint Sonomon, значит, стартовал, нормально. Ну, как видите, вот версия 17.2 тоже запустилась. Теперь проверим, как работает, грудится или нет. Третья версия. Ну вот, и третья версия также у нас загрузилась, поэтому у вас теперь имеется, скажем, полностью комплект официальных образов. И что бы я порекомендовал еще всем делать, это делать вот такую вещичку. смотрите. Значит, я для этих целей люблю использовать Крузедер, потому что с задачей он справляется великолепно. Вот, посмотрите-ка, я сейчас зайду сразу в корневой режим, потому что мы еще и образом проверим, подшлифуем. Значит, кладовочка у меня вот на 500 гигабайт, у меня папочка LMC. Значит, вот, ну, например, образ 17.1, я иду первым делом смотрю на свойства. Вот, можно читать, можно читать. Я обычно изменяю, можно читать и писать, можно читать и писать. ОК. Здесь тоже читать и писать, читать и писать. И здесь читать и писать, читать и писать. Вот, все. Значит, ну, можно еще раз перепроверить, сохранились ли эти разрешения. Да, разрешения сохранились. Так вот, что может делать Linux, вернее, Crusader? Вот такая вот любопытная штучка. Вот мы встаем, допустим, на первую версию, идем в файл. И вот такая вот великолепная опция создать контрольную сумму. А вот и пусть он создает. вот оно, я показываю вживую, не нажимая на паузу, ничего, то есть, процесс идет, ну, может быть, не столь быстро, но тем не менее. И вот файлик MD5 создан. Мало того, мы теперь возьмем и проверим ее. Вот оно. проверка идет несколько подольше, тут указывается там ход проверки в баре задач, но тем не менее. И теперь посмотрим сам файлик вот этот с контрольной суммой. Вот, можно F3 посмотреть его. Вот, посмотрите, вот оно, контрольная сумма. вот я сейчас вот так вот его оставлю, сверну сам Crusader. Теперь давайте пойдем вот сюда, потому что в Nemo есть только одна опция, к сожалению, к большому. Значит, вот Linux Data, Sunamon, так, первая версия. Вот она. И вот на ней мы нажимаем проверить контрольную сумму. Ну, давайте посмотрим, как с этим делом будет справляться Nemo. Какую контрольную сумму он выдаст? 426E, 426E, вот смотрите, 0.30, 0.30, 426E, 426E. Ну, скажем так, контрольная сумма, созданная двумя и проверенная двумя файловыми менеджерами, все-таки к ней уже доверие имеется. Ну, и таким же образом создаются, значит, контрольные суммы для второго, ну и для третьего образа. Еще раз хочу заострить ваше внимание вот на каком плане. Вот вы скачали сборки, и хоть мы и скачивали их сегодня, вот посмотрите, файлик linuxmin 17.1 первая сборка от 26 ноября 2014 года, 18.2 от 27 июня, и linuxmin 17.3 от 28 ноября, то есть это все сборки были сделаны до хакинской атаки 20 февраля 2016 года, поэтому если вы имеете вот эти все три сборочки, то практически шанса на вирусы вашей сборки нет. Вот очень такую полезную штучку вот они вкладывают к каждой сборке дату ее выпуска. И по дате выпуска вы уже всегда сможете определиться. Ну, а если вы увидели сборку за 20, допустим, февраля 2016, то вопрос напросто удалять ее от греха подальше. Вот и все. В строчке образы официальные сборки вы можете, допустим, переименовать и здесь написать официальные образы, чтобы как говорится все ясно и понятно. Появится четвертая версия, то же самое сделать и для четвертой версии. Посмотреть свойства файла ради бога. 4,4 гигабайта занимает у вас все эти три сборки. Шесть файлов в одной папочке. Вот и все. Рекомендую вам такие вещи иметь, потому что еще раз повторяю честно, моя воля собственно говоря вернулся бы на 17.2 потому что она является наиболее скажем так доработанной и безглючной. 17.3 у меня остались и остаются пока не очень приятные воспоминания, потому что впечатление, потому что в ней очень много надо было там перенастраивать. А 17.2 это скажем так стабильно и нормально работающая сборка. Ну а как вернуться к ней как говорится назад вы уже знаете в любой момент можете все это дело проделать. Так что два таких маленьких небольших приема сократят вам как говорится и время да и собственно говоря место они занимают 4-5 гигабайт по нашим как говорится теперешним критерием это абсолютно немного плюс это все проверено перепроверено вами плюс на виртуальной машине и как говорится тут можете уже смотреть крутить кому что нравится может кому-то вообще понравится снова перескочить на единичку и сидеть на ней никто же вас не не волит каждый раз на новую версию. имеется официальный сайт linux.mint вот здесь как раз все сведения о хакерской атаке и как проверить свои изообразы если вы их скачивали 20 февраля нажимаете вот эту кнопочку попадаете на блок минта и вот здесь имеется информация вот и приведены действительные нормальные контрольные суммы для образов которые скажем так не повреждены проверяется так идете в папочку ну у меня допустим на этом находится вот официальный образ linux.mint официальный образ контрольной суммы у меня для него вот здесь дана вот смотрите E71 C4983 E71 4983 то есть вот у меня скачанный этот образ и этот образ у меня не поражен даже если бы я его скачивал 20 февраля но скачал бы вот с такой вот контрольной суммой то это говорило бы о том что образ не поражен и еще один момент есть для проверки значит поискать уже значит на виртуальной коробочке или на флешке вот этот файвик вот по этому адресу каким образом запускаем значит виртуальную коробочку запускаем туда нашу сборочку вернее официальную сборочку минка вот она запустилась открываем файловый менеджер идем вот сюда в корень вот здесь вот находится у нас папочка var открываем ее и в ней имеется папочка lib видите да мы поищем в ней файле который называется man.c man.c вот я его на всякий случай скопирую вот видите она его в этой папочке не нашла вот и все мы можем значит тут еще там что-нибудь поискать но в принципе тут уже ясно что нормально все можем даже взять и проверить вообще всю директорию var вот вставили у нее man.c видите не находит то есть если проверка контрольной суммы у вас показала что она нормальная и что этот файлик не находится у вас в изрообразе то у вас уверенность в том что вот это вот из-за образ который вы скачали нормально неповрежденный и так далее если же значит контрольная сумма у вас получается другая то все значит образы скаченные вот просто-напросто убирайте удаляйте и все вот так вот выполняется как говорится проверка еще такой штучкой вот когда я настраивал под себя значит файлик команды и видео а мне приходилось linux mint цена мон часто переставляет соответственно часто переставлялась и программа фери 3 и каждый раз в ней вот выставлять вот мои любимые настройки а не стандартные потому что здесь там шло абсолютно другое тут было куча ненужного лично для меня вот я как-то задался целью а где же хранится контигурационный файлик с настройками и что мне делать во-первых где располагается где он располагается вот посмотрите открыть каталог настроек в последних ферсиях это значит указано причем вы сразу можете посмотреть где вот он родненький сидит юзер скрытая папка конфиг в ней есть папочка черри 3 и в папочке черри 3 находится вот этот файлик он крошечный в 7,2 килобайта так вот что я обычно делаю вот посмотрите вот этот файлик с нами настройками я обычно беру копирую вставляю его на рабочий стол вот так вот оно затем значит я иду на свою кладовочку так на меги и вот на меги у меня значит имеется отдельная папочка для черри 3 которая синхронизирована с моим компьютером вот эта папочка значит и здесь вот вроде бы этот файлик не виден но зато вот здесь он у меня хранится вот я вам еще раз покажу вот я его сейчас просто вот этот возьму удалю вот а сюда значит вот с рабочего стола сейчас закачаю последнюю версию этого файлика вот оно ну он настолько крошечный что моментально закачивается вот он он здесь сидит и теперь если я допустим переставил к себе операционную систему там переустановил черри 3 мне уже не нужно лезть в этот файл с настройками а что значит делается вот смотрите допустим допустим вы взяли к примеру скопировали этот файлик пошли значит открыли чтобы было видно скрытые папки потому что сейчас видите вы не видите вид скрытые файлы конфит где у нас черри 3 вот она вот берете вот это вот например удаляете а то что мы скопировали вставляете вот и все запускаете значит программу и она у вас вот встает со всеми вашими вот именно вот этими вот пользовательскими скажем настройками потому что в изначальном виде но у меня это абсолютно не устраивало не было бы допустим выровнять абзац по левому краю по центру и по правому а стояли там 3 или 4 абсолютно не нужные каких-то списка ну на мой взгляд то есть я опять-таки настраивал по себе вы когда сделаете свой конфигурационный файл тоже можете взять его сохранить сохранить его допустим на кладовочке там или на жестком диске или в облаке зависит от вас потому что вот по умолчанию здесь вот я сразу скажу в параметрах в ссылках у них у всех стояла вот такая вот штука значит не желтый цвет ссылок а стоял вот такой синий и он сливался с темно-синим цветом фона и как-то ну не смотрелось а при перемене на желтый цвет на желтый синим хорошо гармонирует сразу все стало так сказать нормально видно вот опять-таки это же уже пользовательские настройки и поэтому значит уже тут зависит от вас вы можете сделать другой фон там да что угодно опять-таки но теперь уже когда вот все окончательно это говорится сделаете запомните что все эти изменения которые вы сделали вы можете этот конфигурационный файлик сохранить сохранить его на жестком диске сохранить его там у себя где-нибудь в облаке он абсолютно крошечный там 8 килобайт он весит-то вот а при переустановке обратно его вернуть и у вас все вернется к вашим как говорится настройкам вот таким вот образом поэтому вот в плане значит этой программы значит я вам рекомендую значит файл с настройками значит хранить значит у себя там где-нибудь в хранилище и это будет вам уже скажем так всегда хорошее подспорье ну ладно ну теперь уж окончательно всем на сегодня до свидания желаю вам использовать вот эти вот маленькие нюансы в работе с программами думаю что они вам пригодятся желаю вам удачи и до новых встреч удачи удачи Продолжение следует...